А Кабзарь я вообще не знаю, с какой планеты. Для меня это удивительно, удивительно и даже, я скажу, возмутительно. Банда приличная была у нас, да, несколько игроков со сборной Украины. Есть в российском мини-футболе человек, которому ты бы при встрече не хотел пожать руку? Ну, со мной он не практиковал, потому что со мной было тяжело пообщаться. Почему? Он... Паша, не подбирай слов, сейчас можно говорить все. Реморцы, наверное, было самое ужасное поле в Санкт-Петербурге. Ловчев на пресс-конференции сказал, ну вот, судьи помогают, Динамо тянуты. То, что в России столбов как таковых сильных не было, можно было. Хорошо, короче, спрошу, как вы праздновали Кубок России? Как полагается. Как полагается. Ну, после эпизода со мной Григория Березкина дисквалифицировали. С радостью вдохнули, боже мой, хорошо, никто там не пихает или пихает, но я не понимаю. Мне кажется, кланов не было таких. Может, потом уже, когда пришел Скорович. Ну и ваша тройка, ты, Ларионов, Нахратов, ну, главные богатыри. Нет, ну, Дина приехала тогда в сильнейшем составе, и, конечно, мы смотрели на них снизу вверх. Может, там денег кучу дали? Денег, насколько я помню, не дали совсем. Многое зависело от Семена Николаевича, да, Андреева. Но он в основном сидел на скамейке. Доваривали себя в финансовой стороне вопросов. Ну, а потом... Ну, а было такое, что тебе называют, ты говоришь, слушайте, я вообще-то Павел Кобзарь. Причем некоторые иногда такие истории придумывали, что... Родственники умирали, да, без конца? Родственники, там, собака заболела. Пришел в самолет, а мое место занято. Друзья, вот Павел Кобзарь, человек, который сказал Константину Еременко, нет. После того, как он обрезался, он бежал и думал, лишь бы они не забили, лишь бы не забили. Но когда ты понял, что да, я хочу... Или это шло просто ровно-ровно-ровно, и бах, я уже обладатель Кубка УФА. Хотелось ходить на тренировки, с ужасом ходил. Владислав Федоров в интервью, ну, он так, скажем так, более был категоричен в оценках. И Юрий Николаевич Руднев сделал предложение перебраться в Екатеринбург. И такой футболист не нужен сборной России? Нет, я просто разобраться хочу, как в естественном фильме. Прости, я разобраться хочу. Ну, тогда, я помню, страха... Вообще не было. Точно не было. И вездесущий Григорий Иванов говорит, меняй вратаря. И через 30 секунд Скорович меняет вратаря. Профессор сказал, если ты не хочешь ко мне через год вернуться за искусственным суставом коленом, то... Ну, я расстроен. У меня украли 5 минут зрелища, 5 минут борьбы. Я старший лейтенант, а... Так, 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 старший лейтенант Кабзе. Александр Рахимов еще действующий сотрудник. Его сумасшедший удар, который, наверное, любой вратарь Суперлиги, Чемпионата города должен был бы отбивать. Прозвучал, как нам сказали, звонок ему от Еременко, и произошла замена игрока у нас. И ты приходишь домой, вбиваешь вот такой гвоздь, вешаешь бутсы и говоришь, все, папа, мама, надо было вас слушать. Конечно, сейчас посмотреть, кто из бразильцев с российским паспортом остался в России. Вот если его поставить в кристалл, добился бы он там таких результатов, ну, пускай промежуточных, например, как Клементий Сидоров? Заемимся на Чемпионат России. И у вас зарплата будет 100 долларов? Мы даже не поверили. Что было хорошего, а что могло быть лучше? И после этого как раз меня и перестали вызывать. Это только наши русские богатыри могут. Им не платят денег, они приезжают и всех груд. Ну, я думаю, что... Наверное, надо играть. Ты можешь назвать пятерку лучших футболистов, минчиков из Санкт-Петербурга? Загвоздка. Загвоздка. Загвоздка – это не фамилия, друзья. Пока мы назвали трех. Ну, то есть ты был в порядке, иначе бы тебя не пригласили. Давай так. Ну, мы, наверное, что-то увидели. Да, что-то увидели. И я думаю, не под микроскопом. Может быть, спорт вне политики? Или нет? Здесь правила одни и цель на дна. Моя игра, моя игра. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...